Заработал в 4 раза больше. Губернатор Дмитрий Азаров отчитался о доходах за 2020 год. Дешевле 1000 рублей. Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса. Почему самарцы не любят москвичей и не состоявшийся гей-парад. Новости блогов 10 лет спустя. Новости блогов 10 лет спустя. Столь существенная разница может быть связана с продажей дома площадью 500 квадратных метров и земельного участка площадью 506 квадратных метров. Что касается недвижимости, то за Дмитрием Азаровым числится квартира площадью 234 квадратных метра, одна треть доли квартиры площадью 59 квадратных метров, гараж площадью 31,5 квадратных метра, а также хозяйственная кладовка площадью 7,6 метра. Кроме того, Дмитрий Азаров владеет тремя автомобилями – Toyota Land Cruiser 200, Lada Largus и Lada Vesta. Супруга губернатора задекларировала доход в 2,6,844 рубля. Она является собственницей доли земельного участка площадью 2,213 квадратных метров, квартиры площадью 50 квадратных метров, а также 2,3 доли нежилого помещения площадью 76 квадратных метров. 117 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено в Самарской области за минувшие сутки. Жертвами заболевания стали еще 15 человек. Таким образом, общее их число достигло 1737. Такие данные в 12 часов 30 минут опубликовал Федеральный оперативный штаб. Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили в 63 413 жителей региона. 60 537 выздоровели, из них 103 за последние 24 часа. В целом, по России за последние сутки выявлено 9 328 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Зафиксировано 340 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровел 7 181 человек. Минпромторг назвал закупочные цены вакцин от коронавируса. Примерно все они одинаковые. На сегодняшний день в России зарегистрировано 4 препарата. Спутник ВИРа, заработанный центром имени Гамалей, стоит 866 рублей. Эпивак Корона от Вектор 842 рубля. Ковивак Центр Чумакова 866 рублей. Спутник Лайт только начал выпускаться. В обороте он появится минимум через месяц. Уже более 24 миллионов человек прошли разные этапы вакцинации. К концу года власти рассчитывают выйти на уровень коллективного иммунитета. Речь идет о вакцинировании 60% взрослого населения или примерно 69 миллионов человек. В Самарской области заверяли, что достигнут этого показателя уже к сентябрю. Суд арестовал на два месяца Алексея Меркушкина, сына экс-губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Бывший зампредседатель правительства Мордовии подозревается во взяточничестве, сообщает пресс-служба следкома республики. Вину обвиняемый не признал. По данным следствия, Меркушкин в 2015 году, будучи фактическим акционером Мордов Промстройбанка вместе с подельниками, передал взятку в 7 миллионов рублей рек управляющему Волговятскому управлению Центробанка. Вознаграждение было передано за отзыв в предписании по итогам проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии. Около 90% сотрудников компаний в России работают сверхурочно, выяснили в ходе опроса исследователи международной компании «Хейс», проведенного вместе с сервисом «Хабр Карьера». Треть россиян работают сверхурочно от 3 до 5 часов в неделю. 27% перерабатывают на 6-10 часов. Еще 15% сотрудников сообщили о переработках более чем на 15 часов каждую неделю. 10% опрошенных перерабатывают на 10-15 часов. Порядка 14% перерабатывают на 1-2 часа в неделю. Отмечается, что при этом 17% респондентов довольны своим настоящим местом работы. В Самарской области подвели предварительные итоги голосования по выбору территорий и дизайн проектов для благоустройства в 2022 году. В Самаре большинство голосов жители отдали загородному парку, в Тольятти – экопарку Шлюзовой, а в Сызерни – скверу по улице Лозо, сообщает пресс-служба мэрий. Напомним, голосование среди 19 пространств было запущено в конце апреля. Жителям Самары предоставили возможность проголосовать за свое любимое место для отдыха и прогулок. Отдать свой голос может каждый самарец, который достиг 14-летнего возраста. Завершится голосование 30 мая. Прокуратура Сызрани заставила Автодор Инжиниринг отдать работникам свыше 33 миллионов рублей. Афилированная Сызранской семье серперов предприятие задолжало полутора тысячи сотрудников зарплату за март-апрель. Прокурор Сызрани возбудил в отношении организации и ее главы административные дела по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Работодателю было внесено представление об устранении нарушений. После вмешательства надзорного органа задолженность по зарплате была полностью погашена. Митрополита Самарского и Новокуйбышевского Сергия наградили почетным знаком за труд во благо земли Самарской. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на официальном портале регионального правительства. Согласно документу, священнослужитель в миру Виктор Полеткин вместе со знаком также получит единовременную денежную выплату в размере 125 тысяч рублей. Напомним, в апреле митрополиту исполнилось 70 лет. Он уроженец деревни Ханино Рязанской области. Окончил Московскую духовную академию. Самарскую митрополию возглавил в 2012 году. Участники публичных слушаний не поддержали проект застройки участка в историческом центре Самары. Согласно опубликованному на сайте мэрии протоколу мероприятия, в Ленинском районе собрались отдать под высотную жилую застройку 122-й квартал. Речь идет о территории площадью свыше 4800 квадратных метров, расположенной между улицами Буянова, Арцебушевской, Ульяновской и Маяковского. Заявку подавало ООО «Развитие предпринимательства», которое считают под контрольным руководством группы компаний «Град». Застройщик анонсировал строительство 9-этажного 126-квартирного жилого дома. В минувшую субботу улица Куйбышева снова стала пешеходной. 15 мая в Самаре прошла всероссийская акция «Ночь в музее». В городе работали 45 площадок. Свои программы для посетителей представили в музее, картинные галереи, учреждения культуры, арт-пространства и творческие коллективы. Например, у дома промышленности можно было услышать музыкальную программу «Барабаны мира». Огромную аудиторию собрал концерт «Басы на балконе». Он прошел около гостиницы «Бристоль Жигули». Перед слушателями выступили солисты как Самарского театра оперы и балета, так и соличных театров. По городской легенде, более века назад на балконе гостиницы перед толпой поклонников выступал Федор Шаляпин. Десять лет назад самарские блогеры задачились вопросом, почему в провинции не любят москвичей. Такая странная дилемма возникла перед горожанами после скандального жестокого побоища на Менталурге 15 мая 2011 года. Играли «Крылья» и «Спартак». На 39-й минуте несколько десятков московских фанатов сумели выбраться из своего сектора на северной трибуне и проникли на восточную, где располагались самарские болельщики. Завязалась драка. В ход пошли бутылки с минералкой и вырванные с корнем пластиковые сидения. Матч был прерван более чем на 10 минут. Лишь после того, как разгоряченных болельщиков сумела разделить ОМОН, игра была возобновлена. После матча волны негодования прокатились по самарским пабликам. Один из горожан рассуждал о причинах нелюбви к жителям Москвы. В провинции говорят, что все москвичи поголовно негодяи, пишет блогер. Москвичи, в свою очередь, считают, что все провинциалы ленивы. Спор вечный. Но давайте посмотрим на все это с точки зрения обывателя, который мало общался с жителями столицы. Именно москвичи уничтожили наш металлург и сбили массу наших горожан. Двух спартачей задержали за воровство. Кроме того, компания спартаковцев сняла флаги с одного из магазинов и намотала их на памятник несовершеннолетним труженикам тыла. Также они устроили драку в аэропорту. Из-за них задержали два рейса. Так что не мудрено, что о жителях Москвы сложилось плохое мнение в регионах, резюмирует автор. Прошло 10 лет. Московские фанаты больше не устраивали таких боев в Самаре. Полиция сделала выводы. Также косвенно виноваты в этом самарские крылья. Команда прочно обосновалась в подвалах турнирной таблицы. Три раза вообще вылетала в ФНЛ. Посещалка постоянно падала, а вместе с ней – амбиции и агрессии фанатов. Десять лет назад Самару неожиданно предупредили, что город может накрыть голубая волна. На 29 мая 2011 года в городе запланировали ни много ни мало самый настоящий гей-парад, как в Нью-Йорке, Берлине и Сан-Паулу. Организаторы планировали вывести на него от 30 до 50 самарских активистов. Такую шокирующую информацию опубликовали в ЖЖ-сообществе «Самарские хроники». «Самарцы, отзовитесь!» – восклицал автор обращения. «Дресс-код – полная свобода самовыражения. Любые костюмы, но желательным атрибутом является шарф-радуга либо радужная ленточка. Если не найдете сами, у организаторов будет некоторое количество. Программа сбор у ладьи, потом проход по набережной в сторону Кенапа. Там проведем несколько конкурсов с призами. Одни читатели «Натурал» предложили устроить антиакцию, призывая обстрелять ЛГБТистов из пинбольных маркеров. «Пусть идут», – отвечали другие. Некоторые даже планировали присоединиться. Было много угроз. В итоге гей-парад в Самаре так и не состоялся. Зато хайп получился знатный. Мероприятие привлекло порядка 250 молодых людей в масках и шарфах с футбольной символикой. Около двух десятков полицейских и полтора десятка местных СМИ. По свидетельствам очевидцев, нетрадиционалы так и не решились открыто заявить о себе, и через некоторое время толпа разошлась сама собой. Больше в Самаре о гей-парадах все эти 10 лет никто не заикался. Вскоре эксперты заявили, что в мае 2011 года в Самаре была мастерски разыграна игра в провокацию – разводка 80-го уровня. Гей-парады же в России пока в принципе невозможны, хотя допускается возможность проведения некого уродского мероприятия, направленного на попытку поиздеваться над общественным мнением. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова